Несмотря на теплую осень, автовладельцам пора готовиться к зиме. А начинаем мы эту подготовку с выбора зимних шин. Именно сейчас мы видим очень привлекательные предложения, притом летняя резина подешевела, а зимняя еще не подорожала. Поэтому сегодня обзор зимних покрышек. Анализируя то, что вижу на прилавках, понимаю, а ведь это наш выбор. То есть, автовладельцев. К сезону завезли шины, которые пользуются спросом у покупателей. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода Данлап Айстач и Гудер Айс Артик. Шины победители нашего теста 2013 года. Несмотря на то, что Гудер пытается развести эти покрышки по сегментам, тем не менее, у нас они показали очень близкие результаты. Да, головная шина от Гудер была чуть лучше, чем Данлап. Но разница порой на грани погрешности. Притом Гудер также может похвастаться расширенной гарантией, что в наших дорожных условиях весомый плюс. Рекомендуем для всех иномарок вплоть до самых дорогих и престижных. Перейдем к Michelin. Позапрошлом году представили очень технологичную шину X-Eyes Nord 3. Мне вообще нравятся шины этого бренда за свою стабильность и предсказуемость. Поэтому водителям-новичкам рекомендуем именно Michelin. Притом, благодаря новым технологиям, чем холоднее будет зима, тем лучше будут работать покрышки. Так что следите за прогнозами. Если синоптики предскажут суровую зиму, то Michelin X-Eyes Nord 3, пожалуй, будет лучшим выбором. Топовая, престижная шина. А мы уж думали, вообще не будет новинок. Однако, вот она. Континенталь в этом сезоне представила Ice Contact 2. Вообще, шины от Conti очень любят те, кто предпочитает достаточно смелую езду зимой. Как показали ледовые гонки на гражданских шинах, именно Conti работает в таких условиях наиболее спортивно. И вот новая покрышка с модной и почетной ныне надписью. Сделана в России. Как же все-таки меняются времена? Если раньше клеймо Made in Russia отталкивало, то сегодня. Кто имеет завод в России, тот и следует тенденциям импортозамещения. Так что Continental вовремя построили завод в Калуге. Вообще, немцы любят вырывать шипы из своих покрышек и демонстрировать немалое усилие, которое понадобилось при этом. Есть чем похвастаться. Ведь в нашем обзоре только Continental сажает шипы на клей. Притом в новой покрышке и новый, более легкий шип, что позволило увеличить их число почти на 50%. Вот и ответ Haccapeliti 8. Как и обычно, рекомендуем Conti всем, кто ценит азартную езду. Ну а тем, кто хочет немецкие технологии, но по более доступной цене, второй эшелон – Gislovet Nord Frost 100. Кстати, по тестам эта шина лишь немногим уступает самой Conti. Но еще больше экономим на третьем немецком эшелоне – Matador. Впрочем, как показали наши тесты, ведут себя эти покрышки очень достойно. Более того, в тесте Matador MP50 были лучшими в своем сегменте. Поэтому владельцы недорогих иномарок и отечественных машин обратите внимание на эти зимние шины. Впрочем, есть один бренд, который по азарту управления может посоперничать с Conti – Pirelli. Уже давно подмечено, что итальянские шины наделяют автомобиль более острыми, спортивными реакциями. Не исключение и эта покрышка – Pirelli WinterEyes Zero. Притом итальянцы тоже используют шип необычной формы. И отметим, появилась расширенная гарантия в случае повреждения, бесплатный ремонт или замена. Кстати, эти шины тоже сделаны в России. Для вас, владельцы иномарок, притом и самых дорогих. А вот у кого российская машина и старенькие иномарки, порекомендуем третий итальянский эшелон – покрышка Formula Ice. Была разработана специально для стран Северной Европы. И главное – по доступной цене. А для многих сегодня это решающий фактор. Но вернемся к первому эшелону. И сейчас, пожалуй, одно из самых привлекательных предложений – шины Marshall. Для тех, кто слышит это название впервые, я специально взял две покрышки – Cumha и Marshall. И главное – это одно и то же. Дело в том, что корейское название бренда Cumha неблагозвучно на англоязычном рынке, да и на русском тоже. Мы наблюдаем за покупателями, как только не назовут. И Cumha, и Cumho, и Cucho, и Cumo. В общем, специально для нас. Понятный ребрендинг – Marshall. Рекомендуем две модели. Это KW22 – проверенная и заслуженная покрышка. Притом, по рисунку мы видим явное подражание Nokian Hakopelita 2. А вот и новинка – Wintercraft Ice WI31. И, кстати, опять рисунок по мотивам Hakopelita. Корейцы заявляют, что они улучшили почти все свойства по сравнению с предыдущей шиной. Получились очень достойные покрышки и, главное, по доступной цене. Поэтому мы их рекомендуем всем. А уж владельцам корейских машин в первую очередь, для вас Cumha, он же Marshall – шины первой комплектации, то есть на конвейере автозавода. Фактически, по цене чуть дороже российских шин мы получаем первоэшелонную импортную покрышку. Но и под занавес нашего обзора несколько отечественных изделий. Viatti. Несмотря на итальянское название и немецкие корни, выпускаются эти шины на Нижнекамском заводе. Кстати, достойные покрышки. Притом есть как шипованная Viatti Brino Nordico. Так и липучка. Эти покрышки стремятся стать лучшими среди отечественных изделий. Именно в своем доступном сегменте. Более того, заинтригуем. Кто выберет бренд Viatti, того в скором времени ожидает приятный бонус. Какой? Узнавайте у продавцов-консультантов. Еще одна липучка. Притом тоже отечественная. Ну, почти. Из Белоруссии. От Белшины. С дизайнерским названием Art Motion. Кстати, сами белорусы рекомендуют эту липучку для машин среднего и... Бизнес-класса. Круто! А вот и конкурент Белшини и Viatti. Кама Евро 519. Притом с рисунком протектора один в один, как у Хакапеллиты 4. Несмотря на то, что в известной рекламе производитель намекает, что, мол, и едут они как Нокиан. Тем не менее. Наши рекомендации – хорошие шины для недорогих автомобилей. Итак, что же сказать под занавес обзора? Да наш автолюбитель-то – консерватор. Почти ничего не изменилось. Сделал свой выбор в пользу проверенных брендов. Например, китайские шины у нас не особо прижились. И мы лично этому рады. Пусть будут наши, отечественные и лучшие мировые бренды. Кстати, особенностью этого сезона является дефицит. Да-да, сегодня не то время, когда можно забивать склады. Поэтому летние покрышки почти раскупили. Конечно, сеть магазинов «Автомир» верна себе. И мы видим, что остатки продаются с немалой скидкой в 25% на все летние шины. Притом, «Автомировцы» всегда откликаются на пожелания покупателей. Если кто-то не может подобрать нужную покрышку по размеру или бренду, заказывайте – привезут. За доставку платить не нужно. Ждать недолго – извещат СМС-кой. Поэтому я вижу, что заказ пользуется успехом. А еще вижу, что «Автомировцы» держат доступные цены. Привлекают скидками, конечно, были они в сентябре, остались и в октябре. Но что же получается? Не удержался и сравнил с популярными интернет-магазинами. Вот на новинку от «Маршал», а не же «Кумха» цена просто совпала. Однако в интернете всегда есть доля риска. Могут привезти старые покрышки не того размера, разной направленности, с браком и так далее. Здесь же это исключено. Вот он товар, притом с гарантией. Ну и хорошая новость для корпоративных клиентов. В «Автомире» в Колмова теперь доступны покрышки и для грузовой, и спецтехники. Думаем, осень еще порадует нас относительно теплой погодой, но зимнейшины мы лично купим сейчас.